Здравствуйте, друзья! Меня зовут Евгений Додолев. В эфире программа «Золотая рыбка». А в гостях у нас сегодня любимая актриса, народная и по факту, а по званию мы об этом поговорим отдельно, с Тамарой Сёминой. Здравствуйте! Здравствуйте! Долгожданный! Насчет звания. Уже не раз и не два слышал я, что народной артисткой Советского Союза Сёмина не стала из-за интриг. Это правда ли? Сёмина и интриги – это же просто невозможно. И пошло от наших ненаглядных. Я однажды, возвращаясь из какой-то страны, особенно после воскресенья, я, естественно, с картиной, я прогремела там, боже мой, что в Греции я национальная героиня. В Японии, блин, достояние! Достояние! Россия! Тамара говорит, бдим, 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 бдим. И Тамара, понимаешь, моё счастье или несчастье, что я ко всему отношусь с юмором, тем более к этому званию. Это просто, это такой ужас один. Представляешь, заслуженный народ. Я однажды вхожу в актёрскую гильдию на Союзе кинематографистов. Стоит, не буду называть фамилию. А почему же не буду называть? Надо называть. Не, не буду. Хрен с ним не буду. Надо называть. Все догадаются. Стоит эта самая. Я говорю, привет, привет, привет. Говорю, Томочка, да-да-да. И он только стоит, говорит, что вы меня не поздравляете? В чём я поздравляю? Я народный артист. Ох, да ты что! И у меня реакция была такая ёмкая и всё такое. Руководитель говорит, Тамара, мы тут ни при чём. Мы тут ни при чём. И однажды Джигарханян хорошо сказал. Я говорю, ты смотрю, ты тут артист. Ты что, он так плохо играет, ужасно. Не-не-не, ты что, он народный артист. Я говорю, я считаю, надо отменить эти звания. У нас полно вот этих лженародных, лжекаких-то всех очень и уж заслуженных людей просто до невероятности. Однажды вот из какой-то страны я возвращаюсь и приехала в министерство, чтобы обменять зарубежный паспорт на советский. Прохожу по коридору, вдруг дверь так открывается и выходит Зыкина и Фурцева. Я так немножко в стороночку, и Зыкина так смотрит на меня. Говорит, ой, какая хорошенькая девочка. Ну, я ничего себе была такая действительно девочка. Фурцева смотрит, говорит, да, хорошенькая, но очень строптивая. А там у них у всех, я в строптивых таких, я такой даю отпор, и мне за это, конечно, влетают погоны, погоны и погоны. Ну, так ведь еще ведь я знаю историю, что премию государственную Ленинскую вас Герасимов отобрал себе. Ну, что вы, это самое... Ей было дело? Ленинскую премию. Ленинскую отобрал. Ленинская премия за картину «Матерь человеческая». Да, да. Ой, кстати говоря, мне кто-то позвонил, говорит, Томик, ты календарик читала дома кино? Я говорю, нет, а что, почитай, почитай майский. Я читаю, 23 мая в малом зале, в малом зале, маленькими буквами, и там, значит, так, показ забытых, забытых шедевров советского кинематографа. Вот в этой книжечке все написано. Мне никто не звонит, ничего. Я думаю, так, хорошо, 23 воскресенье, а я пойду инкогнито, приду в этот маленький-маленький зайчик, сяду далеко-далеко-далеко, в моей кепочке, буду сидеть и смотреть, как люди будут реагировать. Но, надо дать должное этому киноведу Александру, они нашли такую копию, я думала, вообще смыли эту картину. Это 45 лет тому назад. Забытые шедевры советского кино, блин. И все написано. Забытые шедевры советского кино. И режиссер Леонид Головня. И «Матерь человеческая». А Тамар Семина нету там. Понимаешь? В титрах нету или в афише нету? Ну, там, в этой, в афише. В афише, в титрах-то есть. В календарике нету. Но это монофильм. Ну, как можно не назвать имя актера? Монофильм. Когда я приступила к этой работе, Азак Руткин, автор этой повести, он, когда посмотрел, упал предо мной на колени. Говорит, Томочка, я не писала такой трагедии. Что ты со мной сделала? Я так рыдал. Я так рыдал. Просто как ты выжила? Я говорю, ух, этот вопрос мне все задают даже в магазинах. И на рынках, и в магазинах. Особенно в год выхода этой картины. Как ни странно, на Сахалине где-то смотрели, в Калининграде где-то смотрели. И по Союзу в нескольких точках дали вот эту вот «Матерь человеческую». И чтобы никто никогда не догадался. А это, блин, 45 лет прошло. Оказывается, это шедевр. И хоть кто-нибудь из Союза кинематографистов позвонили бы актрисе и сказали, Том, да ты, блин, снялась в шедевре. Шедевре советского кинематографа. И ты где-то задвинутая в уголочек. Вот с этим. Ой, ну что вы, после воскресенья там сразу, естественно, народная СССР, меня вызывают туда, чтобы я получила вот это. Народную Российской Федерации. Нет. Я была народной Российской. Народную СССР. Там же идет вот так вот по ступенькам. Это при Сталине он сразу увидел Дружникова в художнике. Говорит, это же народный художник. И чиновники. Народный художник, народный художник. Завтра Володечка, народный СССР. Все. А эти. Ой, ну что ты, с ума сойдешь. Я не могу. Вы отпечатали очень многих. Я здесь с удивлением узнал, что даже Гайдая, что он вот эту ключевую сцену со Светличной, невиноватой, срисовал. Нет, он не срисовал. А он, когда посмотрел там «Воскресенье», все такое, такое, такое. И он говорит, «Тамарочка, ты так меня, так меня потрясла. Я такой поклонник». Это просто невозможно. А я, естественно, все драматически мечтают в комедии снять. Тем более у Гайдая, да господи, мы с Нинкой дружили, ну, с женой, с Лёниной. Вот. Даже она звонила, Том говорит, «Так мне надоело его». Говорит, пошла она к черту, это самое Сёбина. Что мне, Сёмина, Сёмина. Слушай, Нин, а Тамарка, вроде хороший артист. Хороший, Лёня, очень хороший артист. Замечательный артист. Да пошёл ты, говорит, что ты с этой Тамаркой. Вот. И, короче говоря, он меня встречает в коридоре Мосфильма. Я иду в свою группу. Говорит, «Ой, наконец я вас увидел». Я так дышать перестала. Думаю, приглашение на съёмочку. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Он мне и говорит, «Тамарочка, будете смотреть мою картину, вы всё поймёте, я решил вас увековечить». Это бриллиантовая рука имеется в виду. Так. Я говорю, любопытно, каким же образом выходит бриллиантовая рука. Я, конечно, смотрю. И всё. Да и виновата я, я. Я говорю, так, звоню. «Нин, дома шеф?» «Нет», говорит, «Том, а что?» «Да». Я хочу ему вопрос задать. «Кого он увековечил? Причём тут я?» Он говорит, что вот настолько я его потрясла в воскресенье, и когда я вот это вот произносила, не виновата я. Её это потрясло до глубины души. А это хвастается, что значит она, она и она. Ну, а с матерью человеческой, конечно. И вот этот Закруткин. И Закруткин. Всё, Ленинская премия, Ленинская премия. Я говорю, ой. Виталий, говорит, господи боже мой, слава тебе, господи. Я так понимаю, что в метрике о рождении там вовсе и не Сёмина, и главное, что и не Тамара у вас-то. Нет, Тамара уже... А, в метрике. Это поначалу было. То есть она была октябрина. Я рождённая октябрина. Да. Я рождённая октябрина. Ну, раньше родители, 38-й год, да. 38-й, 37-й, всё. А брат мой, Валерка, родился, значит, 24 ноября. В ноябре, но он у Валерии, но его в честь Чикалова назвали Валерием. Валерочка. А я, значит, октябрь-октябрина. И тут это наша ужасная полоса нашей могучей Родины. Война, война. Отец уходит туда же, 31-го года. Мамка 20-летняя, у неё двое детей. Петя, Петя, значит, ушёл на фронт и фронт. И он сказал, говорит, Тамара, я хочу, чтобы меня ждали две Тамары. Давай, говорит, переделаем. И они переписали. То есть в ЗАГСе переписали? Октябрина, да. До ухода отца на войну. На войну. Вот тогда. И тогда я стала... Томой. В общем, я с рождения всё время меняла фамилию, фавилию. А фамилию поменяли, потому что взяли фамилию отчима, я так понимаю. Ну, не я брала, а он нас усыновил. Это прошли годы, 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 годы. И мы уже пошли, это самое... Я в первый класс пошла уже. И первую четверть этого первого класса отучилась. И потом Настасья Филипповна, учительница первого класса. Вот чудесная. Я её помню фотографически. Наше очарование просто невероятное совершенно. Мы все такие вообще шкодяги. И она вот... Конец первой четверти. Мы уже все знакомы, знакомы. И она так подходит, гладит меня по голове и говорит, Томочка... А, она вызывает Сёмина. Она сидит там на своём месте. Сёмина. Класс так. Кто? Где? Первый раз все слышат. Уши, знаешь. Тёмина, Томочка. И все сидят. И я сижу, и я тоже на всех вот так вот. Смотрю. Она ко мне подходит, и вот по голове погладила. Томочка, запомни. Я теперь тебя именно так и буду вызывать. Папа вас удочерил. Тебя и Валерочку. Теперь вы Сёмины. Ну, естественно, всё. После урока все окружили. Я говорю, всё, а я тут ни при чём вообще, как что. Вот так вот и стала я Сёминой. Сёминой. И он нас так с Валеркой любил. Очень вот это. Ребята, ну, такое совпадение. По-моему, такого не бывало никогда. И даже ни в одной литературе не отмечено. Что вот моя мать-то, молодая женщина, ждала, ждала, ждала своего Петеньку. Пётр Фёдорович Боханов. Вот. Твои детей. Вот. И она всегда говорила, что... Ну, как же, Петя. И она получала похорон... Эти самые... Пропал без вести из разных мест. Разные адреса. А то есть не одна была похоронка? Не одна. У неё было пять-шесть, наверное. И от того, что она, одержимая встречей со своим любимым, она дошла тогда до Калинина. И одну фразу. Не может мой Петя пропасть, мы же его ждём. Ну, так говорили все женщины. Как он мог пропасть, когда мы его ждём? Ой, не могу. Ну, и вот. Она до Калинина, знаешь. И только вот Калинин там вот сказал, что Тамара Васильевна, мою мама Тамара. Тамара Васильевна, ваш муж Пётр Фёдорович Похунов погиб тогда-то, тогда-то. И всё такое. Когда вот приехала, всё рассказала. Ой, это невозможно. Я к мамке. А родители к нам обращались, ну, никак. Абсолютно. Ничего не доверяя, ничего не рассказывая. Я пытливо спрашивала. Мам, а как? Мам, а где? А где? А где вот папка? А где вот ты говорила? Я же не помню вот этого родного отца, естественно. Вот. А где? А что он? Ничего не говорила. Так и я даже не знаю, где он и погиб. Калинин ей сказал, дедушка Калинин. А она, мам, мы приставали. Где? 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 Она говорит, отстаньте. Отстаньте. Вот так с детьми обращались. Ничего не доверяя, ни во что не посвящая. Не думая, что они думают, что дети-то думают и хотят знать. Нас только отгоняли, кусок хлеба дадут на улицу, чтобы тебя до вечера не было. Уйди из глаз. Есть нечего? И вот так вот. Так что это горькая такая страничка. Так горьких страничек было больше, чем радостных? Если так. А вы знаете, в детстве как-то это горе вот для нас, для малышей. У нас все равно игры свои были. Все равно этот кусок хлеба. И даже вот когда бабушка отправляла в магазин по этим талонам, карточке хлеб, мы рады, кто пойдет там этих самых вот этой мелочевки. Детей было полно. Потому что к бабушке после войны съехались старшая сестра мамина, тетя Шура, Павлина, Нина и моя мамка и у всех дети. И все в одном финском домике. То есть как мы спали, что мы ели. И поэтому нам кусочек хлебушка дадут на двор, чтобы до вечера вас не было. Чтоб есть не просили. Мы в леса, брянские леса. И там пробавлялись. Кто чем и как. В общем, как-то выживали весело. Чем? Там грибами, ягодами. Здрасте. Здрасте. Сейчас всего не перескажешь, но мы живо-здорово не болели ничем. Раные валенки, полные снега, щеки красные. Откуда? Ну вот оттуда. От радости жизни. И когда в магазин посылали, мы так молились, чтобы был маленький довесочек, чтобы был маленький довесочек. Потому что довесочек можно съесть по дороге. А то, что вот дается, там какой-то вот это, вот, уже не очень. Даже слюни пошли. Мы, знаешь, брали вот это вот. И вот так вот белка. По краешку. Едва касаясь. Просто запах хлеба вот этого почет. И шли такие горды. А уж довеска мы уже... Это пир горой был. Это все. А в актерской профессии больше было радостного или горького? Ой, ту-ту-ту-ту-ту-ту. Горького у меня ничего не было. Как же не было? Лишили государственной премии, ленинской премии, звания. Это такой мудрость. В черный список занесли. Ну а черная вот строптивая очень. Очень строптивая. Ну а строптивая что, не давала? В чем строптивость-то? По-русски, да. Послала. Просто. Я просто всем говорю, ой, дяденька, ой, дяденька. Клянусь. Клянусь. Говорю, ой, дяденька, ой, дяденька. Кстати говоря, когда я первый раз пошла... Я же три раза меня вызывали, чтобы СССР эту самую вручить. И я, смеясь, значит, приходил, что она так веселится. Ей ничего не дают, а она веселится. Вот, и когда очередной этот самый дяденька, знаешь, притягивает мне этот самый орден Турдового Красного Знамени. Я говорю, что это за значок? Говорит, это не значок. Это наивысшая награда Родины. Я говорю, ой, что такое? Говорю, ой, тяжела же, ноша, ох, тяжела. И уходила. Как меня там не арестовали? Как меня вообще не выгнали, не знаю. Я дерзила, ну так, с улыбочкой. С улыбочкой дерзила. А один из министров там было какое-то такое, было вот сообщество там все. И он меня пригласил танцевать, потанцевали, вот танцевали. Значит, и что-то он там еще говорит, говорит, говорит. Я говорю, ой, ну что вы, что вы, что вы. Потому что, а ты не боишься, что ты все время отказываешь, ты не боишься. Я тоже, самый мой фраг, ой, дяденька. Я такой маленький человек, а чего мне бояться? Ну, а что мне могут сделать? И все вот с этим дяденькой. Ну, дяденька. А что мне могут сделать? Помимо чиновников, ведь были еще, я знаю, цеховики, которые обещали купить новую жизнь. И, конечно. Им тоже было опасно отказывать? Конечно. Это же и олигархи были советские. Не, в наши времена какие там олигархи, они только-то надувались. Не, ну, люди были богатые, со связями, с возможностями. А, это мне богатство никогда не прельщало, и поэтому оно ко мне так и не пристало до сих пор. И седина в голову, и хоть бы хны, понимаешь, но ничем тебя не исправишь. Ну, ничто нет. Хорошо, а муж знал про эти предложения? Ну, конечно. Ему кто-то рассказывал? Конечно. Ну, ему рассказывали в красках вообще, прямо новеллами такими. Чего только не рассказывали, начиная вот с Матвеевым, вообще, вот эта вот эпопея воскресенья, такая любовь-любовь, вообще, все. Разговоров было много-много-много. А мы дружили с женой. Я, понимаете, какая штука? Откуда у меня это, я не знаю. Никто меня этого не учил. У меня вот с каждым партнером, с которым я, вот, любовь, приходилось играть на экране, я знакомилась с женами. И у жен узнавала бытовые подробности о муже. А как он себя ведет? А если вы скажете вот так и так, как он реагирует? Говорит, слушай, зачем тебе эти нужны, эти подробности? Я говорю, мне просто интересно. в кадре, в какой-нибудь такой сцене, просто вдруг ни с того, ни с сего как-то вклинуть вот этот ваш домашний разговор. И мне очень интересна реакция его. И Матвеев попадался несколько раз. Говорит, Туся, он меня Туся звал, ну, Тома Семина. Туся, откуда ты, как ты это чувствуешь? Я говорю, Евгений Семенович, ну, мне так кажется, что вот, ну, просто вот чисто интуитивно, чисто интуитивно. Ты что-то хитришь, ты что-то хитришь. И так каждого партнера, вот, все их жены, мои подружки, которые помогали мне в работе. Ну, не у всех же жены были. Когда Шукшин делал предложение, он же был свободным человеком, нет? Нет, это, да, даже это, там вообще, не пойми, не размереешься, так же он, как был вот так, только заканчивается картина. Мы в Одессе все снимаем, и с Володькой, ни телефон, ничего, телеграммами. Солодская, это муж, я просто для... Да, телеграммами, это самое, Володечка, Томочка, Валочка, Тамарочка, денег нет, чтобы приехать ему, ну, что ты, господи, тут второй курс, какие деньги вообще, до Одессы лететь и так далее. Вот, я снимаюсь, не выходя, не выходя, и вдруг в конце картины, ни с того, ни с сего, этот лопух говорит, слушай, что, выходи за меня. Я говорю, Вася, ты что, балдил, что ли, Володька? Ты что, горяченького чего-то перепил? Что с тобой? Как это, выходи за тебя? Я Володьку говорю, люблю Володьку. Он, ну, брось ты этого интеллигента. Ой, Вася, как ты похож на Горикова, интеллигента. Тот тоже интеллигентов. Так хотел примкнуть к этой компании интеллигентов. Вот, они его не принимали в свой круг. Он очень переживал, поэтому прятался на острове. Капри? Да. Прятался на острове, потому что ему было очень горько. То есть Шукшин в разряд ваших знаменитых подружек не попал? Нет, 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 никакого, никакого. И потом, а честно, спустя, когда там всякие перипетия с ним начались, ой, невозможно. Они нежные-нежные, как Хуциев нежненько ко мне относился. И всю картину. А Хуциев вообще так, говорит, господи боже, вообще ничего не предвещало. Они просто как ангелы, там вообще намека даже не было. Ни с той, ни с той стороны. Ни с той стороны, ничего, только в кадре мы работали, и всё. А во время работы у Васьки была Клава и Шура, две буфетчицы. А буфетчица – это и значит выпить и закусить. Понимаешь, сегодня у одной, завтра у другой. Васька вот так вот, в порядке, в полном. Ничего ему не надо, вообще ни о чём заботиться. Так что чудесно. У меня письма и телеграммы с Володей. Так что мы вот так встречались в кадре. И чудесные отношения были. Ну, это какие-то мелочевки мы вспоминаем вообще. Так мы вспоминали, вспоминали, у нас уже всё и время вышло. Теперь только осталось время для желания. Дяде Володе озвучить желания. Я вспомнила выражение, шипите, скудеющие остатки юмора. Ларка всегда говорила, а мы вместе жили в общежитии. А я кусок идиотки, это её выражение. Я кусок идиотка. Я говорю, ой, Лариса, мне так нравится. Мне так нравится. Она мне вообще сама по себе нравилась. Мы параллельно учились. И она такая красавица-раскрасавица. И вот эти выражения, кусок идиотки и скудеющие остатки юмора. И вот я всё, что бы со мной ни проходило. Боже мой, только бы скудеющие остатки юмора не покидали меня. Потому что меня уже не хватает на все те события, которые ко мне вот так вот прилетают, прилетают, прилетают. А я с юморочком, с юморочком на всё это. С юмором у вас всё в порядке, так же, как и с красотой. Да нет. Я ещё ничего никуда не делусь, поэтому я даже не знаю. Не смешите меня насчёт. Ой, упаду. Я даже не знаю, что вы можете, какое желание можете нашему дяде Володе заказать. Но какое-то обязательно нужно. Дядя Володя ждёт. Нет, дядя Володя, я просто на ушко. Ну, ты меня отсюда услышишь, да? Подожди, остановись. Вот сюда. Так, замри. Так, слушай. Так, 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 так. Ага. Он мне понял. Только никому не говори, ладно? А то не исполнится. А тебе я пожелаю, тебе лично. Дядя Володя, имя моё такое родное. Дядя Володя, живи долго-долго-долго, ладно? Чтобы никакая уха тебе не грозила. Тем более, что от тебя навару-то никакого. Это самое оригинальное желание на сегодняшний день. Огромное вам спасибо и за него, и за беседу.